Хотелось бы узнать, нет, ну мне в общем понравилось это выражение, да, то есть за вместе. То есть насколько вообще в принципе, когда человек этого хочет, надо посвятить всего себя, это зависит от желания, ну вот как вообще? Или ждать пока ты этих сосисок наешься, с девочками пообнимаешься, ну вот как вот этот момент все-таки, как понять, что уже пора? Ну из моего опыта общения с людьми, которые устремлены были к этому, и те, кто пережили этот опыт, это именно так. То есть когда уже наелись, баловались? Не только девушек и сосисок, но и духовных практик еще надо, наесться как бы. То есть возникает состояние однонаправленности такой, вы просто не оглядываете больше на сторонах. Это, на мой взгляд, главное условие. И тогда вы начинаете чувствовать максимально нужду, которая возникает. То есть что это за нужда вас ведет? Что это за тоска такая? Вы просто начинаете смотреть на эту нужду. А когда вы ясно знаете нужду, вам приходит удовлетворение ее всегда. Так всегда происходит. Если я ясно знаю, что я хочу, я это получаю. А так я словно сомневаюсь, хочу, не хочу, может еще сосисок. Вот это сомнение, оно, собственно, и создает такую рассеянность. Если вы ясно знаете, что вы хотите, вы идете и взялись. И все. Оно просто происходит в вашем прошлом. Это как бы закон. То есть если тебя что-то отвлекает, надо меня это просто отвлекать. Это не отвлекает, там лежит интерес какой-то. Это даже я это называю отвлечение. Это что-то, где лежит какая-то часть реальности, которую ты хочешь увидеть, познать, потрогать. Это все твое, это не отвлечение. Все твое, иди посчитай. Спокойно, посчитаешь. Как я вижу, реально. Вряд ли мне получится объяснить вам, как я ее вижу. Потому что тут придется объяснять, что такое сознание. Если я ясно вам объясню, что такое сознание, вы сразу и пробудитесь. В этом вся сложность. Когда я увидел пространство сознания, чистое пространство сознания, я увидел, что я всегда в нем сидел и всегда буду сидеть. И сейчас я воспринимаю мир, прежде всего, как некую вибрацию. То есть это пространство стало словно живым. Можно так сказать. Но это все неточные термины. Что такое сознание? Невозможно описать. Нет термина такого, который бы точно попал в него. Это переживает. Потому что пространство... Ну, это у нас воспринимается как трехмерная вещь какая-то пространство. А на самом деле, когда я говорю пространство сознания, я не имею в виду какую-то трехмерную вещь. Но пространство самый близкий термин получается. Вы просто видите... Ну, вы представьте, что сейчас идет сон. Все спят, на самом деле. В других местах все спят. А в своем сне возникло желание во сне сходить на соцсадку. Ну, сейчас мы все тут собрались, как персонаж из сна. Где мы сейчас сидим? В сознании. В сознании. Все. И сейчас мы действительно сидим в таком же сознании. Вот вы представили, что вы во сне сейчас сидите на соцсадке. Вы же не сидите в помещении. Правда, вы понимаете? Во сне, когда я сижу на соцсадке, я сижу в сознании, а не в помещении. В сознании можно слушать звонок. В сознании волшебная вещь такая. Она дает вам возможность пощупать, послушать, понюхать. Это не просто функция мозга, как сознание. Какая-то функция мозга. Это волшебная вещь, на самом деле. Это потрясающая вещь. Ну, как так вот? Вы засыпаете и можете увидеть озеро и купаться в мокром узле. Разве это не потрясающая вещь? Это потрясающая вещь. Поэтому, когда я смотрю, я смотрю, прежде всего, это пространство. Ну, как бы я все время словно помню, что я в тонком сижу. Я не в грубом. Я все время в тонком нахожусь. Все, это первое, что вы знаете. И когда других людей я вижу, я тоже понимаю, что они в тонком. Но они это тонкое не могут выделить. Сейчас органы чувств дают очень жесткую информацию, причем плотно, очень постоянно дают органы чувств информацию. И нельзя ее игнорировать. Пять органов чувств, словно вот, тык, тебя взяли, и все. Ты не можешь игнорировать эти органы чувств, информацию, которая идет. И поэтому отлепиться сложно в тонкое. Они дают грубое восприятие. А где все это происходит, словно не видится. Все. А тут вы увидите, где все происходит. Это не отменяет органы чувств никак. Но становится понятно, что все. Это как вы проснулись во сне. Вы осознали, что это сон. Все. Вот, превысительно такое состояние. Можно сказать, что все это находится в пустоте? Нет. Сознание это не пустота. Это тотальная полнота, можно сказать. Мы опять говорим про трехмерные вещи. Пустота, полнота. Полнота чего? Что будем заполнять? Какую коробку заполнять? Пустота, я сказала. И пустота, и полнота. Это категория одного порядка. Пустая коробка или полная коробка? Мы можем про коробку говорить. Она пустая или полная. А пространство, как оно может пустым или полным быть? Оно не наполнено и не пусто. Это мы говорим, сейчас есть пространство комнаты. Сколько людей зашло. Оно заполнилось, пространство. Оно не заполнилось. Сейчас через каждого из вас пространство, как проходило, так и проходит. Оно ничем не заполнилось. Оно не затронуто. И у него нет границы, которые мы называем комнаты. Мы условно говорим, вот есть пространство комнаты, а вот пространство улицы. Это условные названия. Вот так у нас возникает условное восприятие себя. Мы сознание не видим, а внимание сужается в личности. Начинаем смотреть просто себя. Условно. В какой-то момент вы просто оставите эту условность. Возможно, перейдете к другую, а может, больше не перейдете никакой. Юрий, скажите, а вот необходимо, в принципе, чтобы выучить человека, который будил его? Или все-таки человек это может достигнуть без учителя? А вы не можете именовать этот этап. Когда вы начнете идти куда-то, возникнет кто-то как образец этого состояния. Он просто возникнет у вас, как симпатия, сильная симпатия, как сильное доверие. Скажете, вот он в том состоянии, в которое я хочу прийти. Вот все, можно сказать, что у вас появился учитель. То есть это не говорит о том, что он будет папу и бить? Ты спишь, ты спишь? В этом смысле учитель всегда вы себя. Даже этого учителя выбираете вы. Симпатия у кого возникает? У вас? То есть кто учитель получается? Всегда я себе учитель. Я прихожу и говорю, вот этот товарищ пойдет, по всем критериям он мне подходит под учителя. Кто согласие дает? Я даю согласие. И я словно ему сдаюсь. Но если он что-то не то начнет делать, я скажу, все, он мне больше не учитель. Опять я решаю. Потому что я не могу игнорировать отношения, которые у меня возникают. Оно у меня возникает и все. Возникает симпатия, возникает антипатия. Что я могу с этим сделать? Ничего. Поэтому я всегда руководствуюсь только этим чувством. Я его не могу игнорировать. То есть не нужно руководствоваться этим своим чувством? А выбора-то нет. Все равно придется. Все равно придется. Ну как вы можете игнорировать отношения? Оно у вас есть и все. Вам нравится, оно нужно, и нравится. Все. И не получится. Это на короткое время вы можете себе сделать вид, что вы хотите или не хотите. Если вы прямо, сами себе истренне посмотрите, там лежит один ответ. Там не может два ответа лежать. Никак. А к чему вы теперь идете? Вот вы пришли к тому, к чему хотели. Ну как, я же вижу, что мое внимание, во-первых, собралось в личность обратно. То есть остались какие-то интересы. С одной стороны, я их как бы доживаю, досматриваю. Эти интересы. А с другой стороны, у меня теперь есть как другая точка восприятия себя. И восприятие теперь наполнено этими двумя. Как личностным вот этим восприятием, так и безличностным восприятием. А это тоже вы словно первый раз, первый класс идете. То есть это все равно процесс познания, да? Ну конечно, в состоянии самадхи вы абсолютно свободны, понимаете? Вы абсолютно свободны. Вам ничто не угрожает, как бы бесстрашный, непривязанный и так далее. А тут внимание собралось, и вы снова возникли страхи, возникла привязанность. Но это видно, что это привязанность личности, да? И вот у вас теперь есть бесстрашие и страх. До этого был только страх, а потом появилось бесстрашие. И я его тоже не могу никуда деть. И теперь я живу как словно и отсюда, и отсюда. И теперь я не знаю, что за процесс происходит. То ли я становлюсь бесстрашным теперь, как бы здесь, в проявленном. Я не знаю, но что-то происходит. Открывается какая-то ясность, что ли. Не знаю. Какое-то достоинство жизни, волшебство жизни раскрывается. Не знаю, как это назвать. Но жизнь не перестала быть привлекательной. В этом смысле... Водус, мы и хотели. Да, так это, я же говорю, вы просто не обращаете внимания на волшебство этого пространства. Просто привыкли. Вы думаете, мы сейчас сидим в Риге. Рига какая-то, все. И вы пространство взяли и окрасили каким-то. Оно стало какое-то, и все. И все это волшебство, и все эти потрясающие вещи, они словно пропали из внимания. И все внимание собралось на какую-то нужду, чаще всего связанную с телом и с признанием, с принятием. Если говорить про Личность, Личность в основном хочет проявиться, как-то, чтобы эта еще проявленность была признана. Мы хотим быть принятыми, любимыми. Самая большая нужда у нас. И самая большая боль, когда нас отвергают здесь. Ну, все. Как бы стандартный набор отождественного механизма тела и Личности. Вы словно потеряли вкус этого волшебства. А тут вам его восстанавливают. Вы не можете больше стремиться к целям Личности. Просто... А есть ли цели целостности? Вот у такого целостного восприятия? Вот это как загадка и стоит. Есть ли дальше цель какая-то? Потому что вы увидели абсолютную, полную, совершенную вещь. У нее цели точно нет. Но все как-то продолжается. Куда? Казалось бы, да? Но вы ясно одновременно понимаете, что это всего лишь вопрос ума. Это просто ум. Он привык отвечать на вопросы, задавать их и отвечать. А ум не может обдумать абсолют. Понимаете? Сколько он не будет ответы давать, он абсолют никогда не ответит, что такое абсолют. То есть ум будет вечно в загадке. Это не отгадка для ума. Когда мой ум начал собираться, он начал объяснять мне состояние, в котором я был. Да. Но я видел, что это смешные потуги соотнести с какой-то классификацией или что-то еще. Когда меня спрашивали тоже, мне приходилось как-то подбирать термин, классификации. Но если брать само переживание, я не нуждаюсь в объяснении. Вообще не нуждаюсь в объяснении. Объяснения все только для тех, кто спрашивает. Любой переживший не нуждается. То есть когда я встречал людей, у которых было такое же переживание, там просто смотришь в глаза и все. Говорить нечего. Вот. Поэтому эти встречи так и проходят, что приходится что-то объяснять, объяснять, объяснять. Изначально понимаешь, что ничего не объяснишь все равно. Ну согласитесь, все больше везде как-то вообще не стали интересоваться. Ведь не так давно все-таки это было довольно-таки не так вообще принято. А сейчас прям мода какая-то на просветление пошла, можно сказать. Ну вот в этом смысле, да, эти встречи как-то, возможно, люди стали допускать это, что это может произойти в моей жизни. Это стало как бы допустимо. Это все равно, что космонавты мне думали, что вы только избранные. А тут вам говорят, хотите в космос летать, пожалуйста, там. 300 евро и летите. Когда-нибудь это будет. Ну видите. Найдутся такие способы выхода в космос, которые будут дешевыми. Все, в космос тоже будет слетать. Люди допускают это. Я могу слетать в космос. Также сейчас вы начинаете допускать, что это может произойти со мной. И, возможно, эти встречи именно на это и направлены. Вот такие какие-то нюансы. Что мне еще мешает, а будет ли это у меня? Вы хотите это прояснить для себя? Потому что личная моя персональная история, мне лично мало интересно на этих встречах обсуждать эту историю. И она обычная, как у всех. Это как бы не имеет значения. Ее события не имеют значения, поскольку она находится в том же самом принципе, в котором находится и у вас. Разнообразие этих впечатлений значения не имеет. Оно в том же самом принципе находится. Важно, что есть другой принцип восприятия. Вот это можно обсуждать. Это мне еще интересно обсуждать. И то, не то, что обсуждать, а как-то раскрывать. Я вижу живой интерес. И мне есть радость, когда... Ну, словно человек это как-то впускает в себя. Это чувствуется во время общения. Он словно впускает что-то внутри. Ну, можно сказать, так светиться начинать, что... Это по глазам видно. Вот сейчас был ретрит, и... Мы когда приехали, была беседа, и люди рассказывали, зачем они приехали. Потом мы 4 дня сидели там, занимались практикой. И потом они снова рассказывали, какие они через 4 дня. Вот эта радость, она как бы очевидна. Это интересно. Вы можете рассказать, как ваша повседневная жизнь сейчас идет? Я латышка, да. Вот все-таки ум же остается, эмоции и чувства. Что-то происходит, позитивное и негативное. И это сознание внутренней целостности. Что я сознание, вот такие как бы два стороны, и как... Как они вместе соживаются. Чтобы не потерять это, то, что вы получили. Это нельзя потерять, я сразу скажу. Потому что это не вопрос приобретения. Это как откровение, в котором вы видите, что вы всегда были этой штукой. И ее невозможно потерять. И теперь вы не можете это впечатление вычеркнуть просто из... Как ответ какой-то вам сказали, что сегодня четверг. Все, теперь срочно забудьте, что сегодня четверг. Или что сегодня у нас понедельник. Да? Перестаньте считать, что сегодня понедельник. Ну, как вы это можете сделать, скажите? Ну, чувство, эмоции, то, что происходит, он же возвращается обратно. Да, это все возвращается, но теперь нет необходимости первое, это регулировать все. Регулировать. То есть вы просто видите, что у вас совершенно нет выбора в том состоянии, которое есть. Нет выбора. Я не выбираю состояние. Состояние возникает у меня. Поэтому задача сделать себе состояние, она снимается. У меня просьба, давайте телефоны в тихий режим. Переведем все, кто еще вот этого не сделал. Возможно, еще будут звонки. Да, я обычно в начале встречи прошу это сделать. И дальше раскручивается целая цепочка смыслов. Если вы понимаете, что вы не делаете себе состояние, значит, я не должен никуда прийти. Я не должен никуда прийти. Состояние у меня будет каждое мгновение раскрываться, разворачиваться передо мной. Я его смотрю, а не делаю. Если я не делаю себе состояние, с меня снимается задача куда-то прийти в конце дня или в конце жизни. Все. Вы можете только посмотреть свою жизнь, но не сделать. Желания возникают во мне, я их осознаю, но я их не делаю, эти желания. Я не могу что-то захотеть. Я могу только узнать, что я уже хочу. Это дает вам некий... Расслабляется что-то внутри, некий покой такой. Все. Экзамена не будет. Никто не будет стоять за четку там вам. Не надо носить с собой зачетку. В конце дня зачет себе ставить. Сегодня день неплохо прошел, да? Состояние не зависит от концепции, от какой-то концепции жизни. Если вот концепция очень обширная, то возникает приятие всего, что есть. Например, какой концепции? Свои концепции о лидии и миру, актуальности там не будут. В зависимости от концепции, какие-то состояния могут возникать чаще или реже? Нет, я не регулирую состояние концепции. Я его вообще не регулирую. Я смотрю, какое оно есть. Концепция... То есть объяснять себе, что я сейчас сижу в лидии, нет необходимости. Этот вариант восприятия, суженного внимания, с органами чувств и с отдельным себя, отдельным существом, он обычно не такой же, как и у вас. Этот вариант. Он такой же. Вы разве имеете какую-то концепцию еще на это? Концепция простая. Я сейчас в Риге. Рига в Латвии. Латвия на планете Земля. Планета Земля в Солнечной системе. Система в Галактике. И все. Вот сейчас концепция какая-то. А какая еще концепция? Разве есть другая концепция? Я веду концепцию по отношению к каким-либо происходящим событиям. Ум как бы находится постоянно в какой-то концепции. И в зависимости от этого он реагирует, возникают какие-то чувства, эмоции. И вот эти чувства, эмоции дают состояние. Поэтому будет какая-то связь между концепцией по жизни. Вот должно быть так, а не так. В этом смысле чувства имеют большую силу. Чувства регулируют, что я буду думать. А не я думаю, что я буду чувствовать. Чувства имеют большую силу. Они лежат в более тонком плане. Чувства лежат. Мысль – это линейный процесс. Думание – линейный процесс. Там есть одна мысль в одно мгновение. А чувство – это объемная вещь, такое устойчивое состояние, отношение. Оно долго формируется. И если оно сформировалось к чему-то, если там влюбился, это устойчивое, сильное чувство. Я могу теперь думать об этом. Но я не могу мыслью создать себе чувство. Чувство возникает в другом месте словно. Если говорить о восприятии жизни, то я стал скорее чувствовать, чем думать вообще. Чувствовать. То есть идет постоянное чувствование. Что я чувствую? Исходя из этого чувства, я… То есть осознание – это осознание чувства. Да. Но есть эмоции. То есть это чувство, окрашенное уже умом. То есть чувство, и окрашенное через концепцию ума, возникает эмоция. Реакция на какое-то событие. И тогда вот эти… потом идет ментальное, потом идет событийное. Вот здесь у нас эго, чувство эго есть. А вот тут идет будхи, разум. И чувства лежат здесь, вот здесь лежат, а эмоции вот здесь. И чувства идут сверху. Я сначала чувствую то, что я делаю, а потом я об этом думаю. И поэтому регулировать свою жизнь получается необходимо из того, что я чувствую, а не то, что я думаю. Если я буду без думания регулировать, это регулировка снизу. Она всегда будет неточной. Нельзя из мысли регулировать решение. Решение принимается из другого места, из того, как я чувствую. И когда вы это ясно видите, вы просто открываетесь своим чувством, перестаете сопротивляться тому, что вы чувствуете. Если вы что-то чувствуете, все, вы это чувствуете. Куда это делать? Вы просто перестаете этому сопротивляться. Раньше вам запрещали проявлять то, что вы чувствуете. В детстве нам запрещают проявлять. Нам говорится, то, что ты чувствуешь, здесь не надо. Сделай вид, что ты этого не чувствуешь. Сделай вид, что ты не хочешь сейчас баловаться. Сядь и сиди за партой. Я хочу идти играть в футбол и баловаться хочу. Мне говорят, нет, сядь и сиди и слушай, что будут говорить. Я слушаю какое-то время и вижу, мне это неинтересно. Разве в школе очень интересные вещи рассказывали? Ерунды полно было совершенно. Я даже не знаю, трудно найти проценты информации, которая была ерундовой в школе совершенно. Поэтому я понимаю своих детей, которые не хотят учиться. И также понимаю учителей, которые вынуждены донести что-то, что не ложится на реальный интерес. Оно не ложится. Это очень тяжелая задача получается. Положить что-то, если нет реального интереса у ребенка. И получается, с детства у меня возникло состояние такой искусственного реагирования на реальность получается. У меня возникает естественная реакция, такая живая реакция. Но мне говорят, она не нужна. Тогда я ее должен спрятать. Я формирую такой щиток, за который я ее прячу. А тут за щитком теперь изображаю какое-то состояние, которое надо. И вот получается, мы живем с детства в таком искусственном состоянии. В двойном напряжении. Это я должен спрятать, а это я должен изобразить. И я должен изображать чувства, а не мысли. Если меня спрашивают, ты не брал конфеты? Я должен сделать чувства. Искреннее чувство такое. Надо искренне сказать, нет. С чистым лицом надо это сделать. Понимаете? Я учусь формировать виртуальные чувства. А потом я вырастаю, беру себе близкого человека. И она говорит, ты меня любишь? А мне теперь надо сказать то, что я реально чувствую. Я вытаскиваю это. Потом надо сюда это показать. И как теперь это реальное чувство через этот заборчик? Тогда я вынужден открываться. Говорю, давай будем говорить то, что мы чувствуем. Ты сейчас что чувствуешь? Я что чувствую? Давай вот так будем жить. Да, мы распахиваемся, одного берем человека и берем. Давай вот с тобой будем в открытом состоянии. Я устал в закрытом состоянии. Это двойное напряжение. Это надо спрятать, тут что-то изобразить. И нам сразу становится легче. Поэтому мы ищем близкого человека. Нам сразу становится легче, потому что мы открываемся и говорим, наконец-то можно не кривляться. То, какое я есть, я оказывается нравлюсь еще. Я кому-то нравлюсь. И мне сразу легко и радостно становится. Меня влюбились. И я влюбляюсь. Говорю, ты тоже нормальная, если ты не кривляешься, ты мне тоже нравишься. Не кривляйся. Ты хорошая такая, какая ты есть. И все, и нам обоим сразу легко. Вот влюбленность, все. И мы бегаем и ищем это состояние. Когда я распахнусь, и не надо будет кривляться. Там естественное состояние. Что чувствую, то и делаю. Но тут важен вопрос такого резонанса. Надо попасть в резонанс. Надо найти как бы человека, который вас действительно чувствует. И это самое сильное получается, что есть в нашей жизни. Когда находится кто-то, с кем можно вот так распахнуться, и вы одинаково чувствуете жизнь. Это самое сильное. У вас возникает ощущение, что все в порядке, все хорошо. И тогда жизнь, она как-то просто идет. Можно дальше, можно просто быть. Мы нашли себе близкого человека и сосиски. Все, есть как бы обеспечение, комплект, собрались. И все равно есть какая-то тоска. Вот, наверное, это тоска. Да. Окончательного успокоения все равно вы не получаете. Но если говорить о ближайшей компенсации, все равно вот это самая сильная компенсация у нас получается. И часто мы вешаем у близкого человека эту задачу. Сделай меня полностью счастливым. Да. А он не может полностью меня сделать, потому что я несчастен из другого места. Я в другом месте, меня выгнали. Господь Бог меня выгнал сюда, сказал, живи тут. Я потом как-нибудь с тобой пообщаюсь. Когда он будет со мной общаться? Где это будет происходить? Чего он меня сюда засунул? Он даже записки не написал. Ну так нет. Ну так все. Я, получается, выгнали меня, словно выгнали. Может и не выгнали, но у меня сомнения все время. Я просто даже смотрю на других ребят и вижу, вот его как-то по-другому выгнали. У него есть деньги, у него там то есть, все есть. Девушку ему нашли, а у меня этого нет, этого нет. Значит, у нас разное получается. Может, его как раз не выгнали, а дали ему пожить. А меня, может, как раз выгнали. И я вот в этих вопросах просто теряюсь дальше. Все, я не имею контакта со своим первоначальным источником. Понимаете, когда в самадхе вы переживаете, вы попадаете в состояние абсолютной полноты. И память об этом состоянии сейчас есть у каждого из вас. И теперь, как только вас начинают ограничивать, сужать ваше восприятие, вы будете сопротивляться. А сейчас все в очень суженом состоянии, могу сказать. По сравнению с самадхи, это очень суженное состояние, грубое суженное состояние. И вы внутри все недовольны этим. Вы не успокоитесь, пока вы не придете в это состояние. Потому что каждый его помнит. И представьте тогда, какую вы задачу вешаете на близкого человека и говорите, сделай меня вот таким. Он говорит, сам вот такой сижу, что я могу сделать. И мы как бы сидим уже, оба тогда в тюрьме, получается. И друг на друга не вешаем задачу, вытаскивая меня из тюрьмы. Он говорит, я сам тут сижу, ты что не видишь. И какое решение? Надо браться за руки и идти разбираться, кто закрыл вас. Сколько? Конечно. Будут. Будут, да, будут. Все тюрьмой надо. Возмутиться? Это же основа, основа, да? Так вот мы и собираемся. Видите, вот сидят эти божества, понимаешь? Почему они тут на картинках? Почему не здесь со мной не разговаривает никто из них, а? Я их повесил, чтобы узнать хотя бы, когда увижу. Чтобы было понятно, с кем разговаривать. Кому предъявить вопросы-то, да? Изображение на вешаем, то есть все. Когда будем там на святых небесах или где? Чтобы уж не сомневаться, к кому обращаться. Да, хотя тут непонятно, к кому обращаться. Потому что депутаты не решают вопросы мои. Они меня, может, сосисками обеспечат. Кто мне даст вот это? Вот и все. Юрий, расскажите, а вот когда, в принципе, бывает просто ощущение счастья ни с того ни с сего? У тебя вот, ты проснулся, вот ничего, в принципе, не произошло, а вот есть ощущение счастья. Но это счастье какого-то, ну, 15-20 минут, час. Счастье, это момент, пока ты не вспомнила про свое несчастье. Пока еще не вспомнила про свое несчастье. Небольшое время считает, что до сих пор оно там морляет, да? Не шасте. Нет счастья. Вы можете немножко рассказать о своем пути, если так можно сказать? Может, люди тут знают, я передаю, что у вас и не знают. Ну, можно сказать, что ключевым был такой момент, когда встретилась литература по восточной философии. Тогда я почувствовал, что есть состояние, я это увидел, прочитал, мне стало ясно, что есть состояние, в котором есть ответ на то, что меня тревожит. А так я даже не понимал, словно, что меня тревожит. Чтение этих книг, в том числе, прояснило, что меня тревожит. Понимаете? То есть я, наконец-то, разобрался с той болью, которая была внутри. Мне стала понятна природа этой боли. Богооставленность и обвинение себя в греховности, карма и так далее. Все это было объяснено, там, восточная философия это все расписывает. Но одновременно с этим она говорит, что ты есть атма, ты не выходил. Это очень радостное послание. Ты просто сейчас не так смотришь и все. Посмотри по-другому и ты увидишь, что ты свободен. Как был свободен, так и останешься. И это совсем другое. Это радостное послание. Мне. Мне не надо, я не греховен. Мне надо чиститься. Ничего не надо делать. Мне надо просто изменить свое сознание. А это, пожалуйста, это я не против. Представляете разницу в задаче? Разобраться с тем, как я осознаю, как собралось мое внимание. Оно же как-то собралось, значит, можно его и разобрать. Или снимать грехи. Потому что, когда я пытаюсь жить по-западу...